История первого полета человека в космос, годовщину которого отмечают 12 апреля по всему миру, уходит корнями в жесткую конкуренцию между двумя соперниками времен Холодной войны. Космическая гонка между США и Советским Союзом дала впечатляющие результаты. На орбиту были запущены спутники, в космос полетели люди, машины стали исследовать далекие планеты, открывая неизвестные миры. Обе страны изо всех сил пытались обогнать друг друга, что иногда заканчивалось плачевно. Однако окончание Холодной войны принесло перемены в отношении между США и Советским Союзом. Десятилетия конкуренции уступили место сотрудничеству на МКС. США, Россия и еще 15 стран объединили усилия для создания Международной космической станции. Каждое государство несет ответственность за свою отдельную часть проекта. Например, в ведение России входят жилые помещения, система жизнеобеспечения и энергоснабжения. А США в ответе за исследовательский модуль, а также за модуль, позволяющий космонавтам и астронавтам выходить в открытый космос. Однако сейчас растет напряжение между Москвой и Вашингтоном из-за воссоединения Крыма с Россией. И отношения испытываются на прочность. И НАСА не осталось в стороне. В документе для внутреннего пользования агентства, обнародованном недавно, сотрудникам предписывалось свернуть сотрудничество с российскими коллегами. Но, по словам самих астронавтов, перебранки на Земле никак не сказываются на атмосфере на борту космической станции. Надо сказать, что у нас очень дружеские взаимоотношения. И мы действительно очень хорошо сложились как коллектив. Я думаю, в этом, конечно, заслуга опытного командира Олега Котова. Общались в основном на английском. У нас с Олегом гораздо лучше английский, чем у него русский. Все-таки русский посложнее язык будет. Мы в корабле «Союз» все вместе. И при запуске, и при посадке. Плечом к плечу. И на МКС мы всё время рядом. На мой взгляд, Международная космическая станция – это пример того, что наши страны могут достигнуть, объединив усилия. Конечно, есть сферы сотрудничества, которые не должны пострадать. США очень зависит от кораблей «Союз», которые доставляют астронавтов в космос с тех пор, как НАСА свернула программу Space Shuttle. Кроме того, Россия также помогала выводить на орбиту американские спутники, использующиеся госорганами. Похоже, здесь, на Земле, сотрудничество в сфере космонавтики остаётся сейчас одной из немногих светлых сторон напряжённых взаимоотношений.